Заря Олеговна, здравствуйте. В мае президент России провел заседание Совета по межнациональным связям. Если смотреть на эту тему в региональном разрезе, то как считаете, какие субъекты России наиболее сосредоточены на поддержке коренных народов России? Добрый день, спасибо за вопрос. Я вообще считаю, что на эту тему важно смотреть шире, потому что она в целом для нашей региональной политики и для управления по линии центра региона очень важна исторически. И сейчас, конечно, тоже безусловно. У нас много субъектов, которые имеют в своем названии и в своей сути национальную специфику, национальную принадлежность. Они очень разные. И как-то так, не знаю, почему так сложилось, по роду деятельности. Я как раз-таки часто работаю в регионах, которые являются национальными республиками. И поэтому могу сказать, что, конечно, тема, безусловно, очень важная, очень чувствительная. То есть вот где-где, если там... Мы часто говорим про регионы, что нельзя мерить общей рамкой, везде свои уникальные подходы. То вот с точки зрения межнациональных отношений эта грань должна быть еще более чувствительной и еще более тонкой. И тут же тоже очень такой комплексный вопрос. Мы говорим про коренные народы, которые образуют этнос в данном регионе. Или мы говорим, например, про коренные малочисленные народы севера, которые там, условно говоря, взгляд из Москвы. Кажется, что их числа не так много, но в каких-то субъектах, вот, например, в Чукотке я сейчас работаю, половина жителей региона практически это представители коренных малочисленных народов. И вот, исходя из того, под какой лупой ты смотришь и с какой точки географии, очень по-разному воспринимается, собственно, масштаб задач и вырабатываются свои подходы региональные. А какие можете назвать успешные практики в регионах, которые нацелены на поддержку малых коренных народов, в том числе севера? Ну, вот смотрите, я думаю, что есть несколько направлений поддержки. Один я назову пласт такой гуманитарный, культурологический. Это все, что связано с сохранением традиций, языка, эпоса, литературы, сказок. Мне кажется, это очень важно, потому что вот этот способ передачи информации из поколения в поколение и сохраняет народы внутри себя. И, ну, конечно, мы понимаем, что век глобализации сейчас, интернета, все очень сильно меняется, вот и на стыке, например, даже этого следующего и предыдущего поколения очень сильно видна в этом смысле драматическая разница. Драматическая не в плане, что все плохо, а драматическая с точки зрения скорости изменений. И вот один пласт мер поддержки направлен как раз-таки на то, чтобы продолжалось сохранение изучения языка, чтобы издавались книги, чтобы преподаватели преподавали, собственно, на языке носителя. И что очень важно, это вот, наверное, старт, из которого вообще нужно было начать, что при этом вот эта чувствительность в политике все-таки верхнеуровнево исходит, и, на мой взгляд, очень правильно, и должна исходить из принципа того, что Россия — это многонациональная страна, семья семей сейчас модно говорить. Мне кажется, он очень, этот термин хорошо описывает отношения с национальностями, с этническими группами, с коренными малочисленными народами, поддерживать каждых, но, конечно, с осознанием и формированием такой общегражданской идентичности, с одной стороны, а с другой, конечно же, с опорой на вот эту национальную специфику, этническую специфику. Вторая важная история — это, конечно, разные экономические программы, и здесь тоже огромное количество регионов. Ямал, тот же, отмечу, очень интересные практики, например, по поводу того, что после обучения представителям коренных малочисленных народов оказывается трехлетняя финансовая программа, которая компенсирует стоимость жилья, ну, потому что очевидно, да, что не все мы сразу после окончания обучения можем себе позволить какую-то жилплощадь важную молодых специалистов поддержать. И противники России рассматривают как недостаток, как слабое, уязвимое место, многонациональность России. Как вы считаете, насколько у нас сейчас Россия в плане национальном едино, и как СВО повлияло на наше единство, в лучшую сторону или в худшую сторону? Ну, врагам, конечно, приятнее думать, что то, во что можно было бить в конце 90-х, вот в такие действительно какие-то межнациональные, межэтнические размежевания, что можно попробовать сделать так в день сегодняшний, но, конечно, мы видим, какие тренды происходят в обществе. Сейчас действительно консолидация вокруг флага, о которой мы говорим уже последний год-полтора, она действительно есть, и в этом смысле, ну, вот не знаю, мне кажется, одна из таких краеугольных фраз, помните, президент в том году сказал на одном из мероприятий, там сейчас неважно, Иван, и Мария, и вот дальше перечисление имен было, из самых разных национальностей, республик, что мы сейчас как никогда все едины, и я это очень точно вижу по опыту работы с регионами, как раз-таки по тематике СВО, потому что когда наши мужчины из разных регионов защищают там наши жизни, там, в общем-то, очень сильно все границы стираются. Я не была, но кейсы, которые идут оттуда, обратная связь, то, с чем мы работаем, действительно там плечом к плечу стоят вместе якут, русский, дагестанец и так далее, и так далее, и так далее. Осознание себя как единой общностью, мы действительно одна общность, мы жители одной страны, но при этом вот культивирование и поддержка национальных особенностей очень разных, вот эта важная задача и правильная работа сейчас всех тех, кто занимается региональными отраслевыми политиками. Спасибо вам большое, Дарья Олеговна. Спасибо вам. В интервью взял ответ. Спасибо.